В Казахстане меняется правительство. Сегодня был назначен новый премьер-министр. Стал ранее возглавлявший аппарат президента Улджас Бектенов. Его кандидатуру Касым Жамарту Такаеву представила правящая партия. Ну а он, в свою очередь, обсудил ее с депутатами Мажлиса парламента. И большинством голосов был избран новый глава Кабинета министров. Далия Насип из Астаны готова рассказать все последние новости о смене правительства. Здравствуйте, Далия, вам слово. Здравствуйте. Сегодня в Казахстане информационно очень насыщенный день. Сначала Мажлис проголосовал за кандидатуру нового премьер-министра, которого депутатом представил президент. А позже Касым Жамарту Такаев подписал указы о назначении министров. Расскажу обо всем по порядку. Новый премьер Улджас Бектенов ранее занимал пост руководителя аппарата президента. А до этого он возглавлял антикоррупционную службу. И сегодня председатель партии Аманат, которая выдвинула его кандидатуру, объяснил, почему выбор пал именно на Бектенова. Дело в том, что президент не раз говорил о необходимости возврата из-за рубежа незаконно выгоденных активов. Работа в этом направлении началась, но прошлый премьер-министр Алихан Смаилов, по мнению депутатов, с задачей до конца не справился. И шансы завершить начатое, довести начатое до конца, есть именно у Бектенова. И теперь это основное направление, над которым предстоит работать новому правительству. Еще президент же обозначил, что ждет от Кабмины решительных действий и переход от слов к делу. И прежде всего, необходимо работать над укреплением экономики. Отмечу, что далеко не все депутаты сегодня проголосовали за. Представители двух из пяти партий, представленных в парламенте, воздержались. И как позже объяснил глава фракции Народной партии Казахстана Магирам Магирамов, это своеобразный месседж новому премьер-министру, что не нужно идти по пути прежнего правительства, а поддержку депутаты окажут ему только после того, как увидят результат. После объявления о назначении нового премьера, один за другим стали выходить указы о назначении министров, подписанные президентом. Всего в стране функционирует 21 министерство, из них к данному часу сменились три министра. Это главы Минздрава, Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также национальной экономике. Уже завтра президент соберет правительство в новом составе и на расширенном заседании будет ставить новые задачи. Спасибо большое. Спасибо. Далия Наси подключалась к нам из Астаны. Продолжение следует...